Видела ваш комментарий, да, конкретно. Вы говорите о том, что, ну, уже хватит людям врать. Что вы имеете в виду? Все-таки качество воды? Ну, то, что качество воды, говорят, хорошее, что там всякие добавки, вот этот вот озон, кальций, там все полезное для организма. А от чего тогда хлопья там? От чего вот этот запах? Ну, запах кислородом, я понимаю, там, кварцеванием каким-то. Но запах сейчас уменьшился, не такой явный был, как по первости. Прям аж в нос давала. Ну, а хлопья вот эти, от чего они плавают? Аж неприятно с чайника воду набирать. Постоянно вот эти осадки. Подозрения у вас есть? Ну, не должна быть такая вода. Если у нас, я в Томске жила, если у нас была она с хлоркой вода, так она осела, и все, и нету хлорки этой. А здесь она пока осеет, какие-то пузыри вот в стакане плавают, как будто вот она газированная. От чего это, я не знаю. Ну, а запах становится больше, меньше. Просто вот мы были на вашей прошлой встрече с чиновниками из администрации Назаровского района. Они говорили, вот тот же Николай Владимирович Матвеев, что ну что-то они там порегулируют, попробуют каким-то образом решить. Запах стал меньше. Запах меньше, прям явно меньше. Качество воды, оно такое же осталось, такая же мукная, такая же с осадками. Вот эти вот хлопья, откуда они эти хлопья берутся? Вот мы не знаем, по полезности, может она и полезная стала, я не знаю. Но вот это смущает то, что чайник сам по себе стенки, прям проводишь вот так вот, и как мука. Вот так учеешь, так вот раз мука. У нас осадок был всегда. У нас летели эти нагревательные все элементы. Машинки стиральные, я два года раз меняла, бойлеры чистим, но это было всегда. Но она тяжелая, она всегда была. Допустим, скипятила я чайник, я могу налить в кружку, осадок будет внизу. Сейчас изменилась его структура. Вот я кипячу чайник, подожду немножко, но чай-то хочется пить горячий, они помоют, просите. Наливаю в эту прозрачную кружку молоко. Вот как известковая вода бывает, у меня даже фотографии есть, она как молоко. И пока я жду, пока она осядет, вода уже холодная, она плавает. Причем в чайниках, в кастрюлях мы видим, она на стенке, это накидь налипает, и сверху она плавает, понимаете, она сверху, на лед пленкой вот такой это есть. Скажите, а вообще районные власти, они пытались как-то, ну я не знаю, сделать, может быть, экспертизу, ознакомить вас. Делали. Вот сейчас я вам скажу. Значит, по поводу экспертизы, я вот с этим вопросом работаю с декабря месяца. Когда только начали подключать, экспериментировать, делала там возмущение столько, даже в момент один какой-то был, сфотографировали унитаз вот так пеной, шапка вот такая была, так это что такое, это откуда у нас, что такое, вообще непонятно. Я держала связь с Николаем Владимировичем на эту тему. Он мне говорил, что, значит, брали они, видимо, Роспотребнадзор, брали воду на анализ, там пробы, брали до этих труб, после этих озонаторов и так далее. Ну, в общем, как бы я просил, чтобы показали этот результат, не показали. Еще инженеры говорят о том, что вот эту озонированную воду можно пить уже через 20 минут после озонирования. Медики говорят, не раньше часа. А мы ее пьем, почему у нас запах? У нас 5 минут. Мы крайняя улица, мы самая первая улица вот к этим озоновым всем установкам, поэтому у нас этот запах есть. Пока вот доходит до северного, уже запаха этого нет. Скажите, а вот решение о том, каким именно способом будут очищать воду, принимав исключительно кто? Органы власти, администрация района, сельский совет. Ольга Александровна, вы очень хорошо знаете литературу, помните, как у Грибоедова? Он, перефразирую, у нас в районе не должно сметь свое осуждение иметь. Нас никто не спрашивал ни по благоустройству. Сколько у нас возмущений? Никакого общественных слушаний, никаких у нас ничего нет. У нас это не принято, понимаете? У нас принимается единолично. Вот это все, значит, Сергей Викторович ответил этот Николай Владимирович, заказчики они, они тех условий разрабатывали, а проект делала тут организация, которая вот здесь вот есть. Вот, так что нас никто не спрашивал. Я говорю, если бы они нас спросили, поговорили, какие проблемы, в чем конкретно, понимаете? Что людей не устраивает? Да, что нас не устраивает? Никто.